доброго времени суток с вами texer encased где брать кп я так и не понял фиг бы с ними пошли что-нибудь где-нибудь установим как минимум одну агрегатину я сделал да поэтому тут в лагерь первых поселинцев поедем и там установим одна там будет видно так через покрытое пылью ветровое стекло увидеть человека медленно бредущего вдоль дороги и облик довольно необычен мужчина нет униформу кронус старого образца выглядящую но удивление свежий что я могу сказать это опять чувак который из прошлого я не знаю на хрена не нужно вот вообще не знаю вот вот фига и штук десять уже нашел вот зачем она репу прокачивать с кем че надо ну спрятал оружие ландарова брошенные машины что и будет вас было не души странно чем-то мидер зовут тот самый до корпорации помещал хорошие условия контракт написал и поехал почему бы не то не помню к сталина позвали может так звали фаланги пикнику давай и фаланги не шури шагу ну и дело ладно в таком раскладе фалангу будет самый раз можешь караван начну водить чертовски неожиданно конечно спасибо за помощь первый человек который куда-то отправил остальным просто давал координаты все что есть типа решай сам да это репутацию править такой косты для репутации на то случай если себе репутацию испортить очень однообразно по мне их учета разным придумали я могу могу я наброс на лагерь остановлюсь поем там что такое то есть вот тут во пример на пикнике на торгу торгаш я не буду засчитывать что там нас вблизи домик также выглядит пряничным хотя по сути разваливку собрана из хлама наличие даже старые злобные ведьмы пара прислужников точнее торгов и охранники ладно жранин какая-то еда мне не особо нужна посмотрим чтенут добрая фея гретель а гензель где гензель ну ладно пряничный домик конечно ничего нету вы из откуда ребята развития дитя мою добро пожаловать на пряничный домик женщина черной шляпе скалится и потирает ладони но это сам пряничный из пряничных домиков в моей жизни голубые женщины растягиваются так что становится жалковато чудесно чудесно для сладких деток вроде те у меня есть разные вкусности ингредиенты для волшебных зелий выбирай ну да что то есть продам его андре тоже я не скажу что у меня много чего на продажу есть да ничего больше не себе оставлю тушку от все еда ладно у меня ничего не надо так что пофиг мой личный ящик ну так вот почему такое изобилие торговцев едой я не знаю еда нафиг не нужна но ее много так а давайте прям тут лагерь сделаю себе припаркованного сула посплю там такое попью так поем и еще попью насчет спать не знаю и очень сомневаюсь в этом так как запустить отправиться продолжим нормально поехали немножко подсядет но это вот не голода давайте в локацию начнем с центра аномалия калия кодекс обновлен ничего не написано интересного ничего нет а что-то псевое тут видите крутится аномалия калия кодекс обновлен а можно выше как-то поднять ух ты елку посмотреть на эту локацию ой елку крупное то какое ходить ходить аномалия калия кодекс обновлен аномалия калия кодекс обновлен забавно то урона нет то он теперь есть а как это работает у меня какую-то пси защиту надо включить или что или как или что здесь а не понят очки дать быстрее то бежать не обозрели не понят что происходит так урон тут идет вот чем сильный не она всех дамажит причем сильно не выкарабливаешься а как проходить да вроде что написано было вообще не понятно то есть всю территорию занимает все аномалия а людей с собой не взять я не могу хотя вот тут вроде ничего да то есть мне не надо лезть вот в эту в самую глубину погодите а может надо червячки обходить или что о крепление для веревки лезть будет в сером броне вы задираете голову разглядную висающую конструкцию с тортящей ржавой балкой закинуть и забраться ну забрасывать веревочную плю и затягивать ее на балке подергнув веревку вы убеждает что достаточно крепкий по ней уже было скарабкаться ну пойдем скарабканились эээ какого хрена там psi давление иди в пень какое psi давление вы там померить решили почему наверху psi давление ты кто А я почему туда побежал? В чем вседавление наверху? Я вообще не понимаю. Муть какая-то. Ну мне вот видимо надо мега скафандр, причем для всех, чтобы сюда прийти или как, или что. Ладно, хорошо. Разделяем всех, кран, веревку, на тебя будет эксперимент. Так здесь все нормально, здесь я вообще никого психи ничего не такого не вижу. Пошел. Давай, я убегу отсюда. Что это такое тут, ничего нет. Какое вседавление нахрен? Может в эту штуку надо прибежать быстро? Быстро-быстро, да? Но тут люди. А, он долго не работает. Смотрите, вседавление на нем крутится. На нем что, эманация что-то привязана к нему? Он только поднявшись наверх, получает статус пси-давления. Давайте пробуем следующую. Тут ни хрена не понятно. Ой, смотрите, парашют какой-то. А что тут? А, переход блин. В скелете она висит. Так. Ну, давайте я отважно пойду прорваться через эту штуку. Не вляпывайся в эти аномалии. А то кинуть. Нельзя кинуть. Пип. Или нет? Не, вообще давление идет. Вот. Никуда я не добегу. Скорее сюда нажму. Может вот сюда добегу. У меня скресил, убьет раньше. Нет, тут какая-то хренатень. То есть даже там, где ничего нету, все равно есть пси-давление. Только торожим. Давай. Что ты моешь? Ты где там? А, персонаж мертвый не может сдались. Но при этом нельзя использовать сферу броня. Хорошо. Да я попробую прогнать туда. На ней не добежит. Начинается бой. А тут пси-давления нету, да? Ну я просто так нажму, мне все интересно. Все сложилось, нет? Насколько газовый ключ? Осталось нокаут. Мощность всеразлучения разрывает монстр. Ага, я помню. Ну что, я так понимаю, мне сюда рано. Есть правда мысль. У меня есть артефакт, который протекторы. Можем использовать. Ну просто так. В порядке эксперимента, да? Неактивный. Пси-защита плюс 3. Да, вот эту уберу. Вот эту положу. Латунного яблока у меня тут с тобой нету. Есть вот такая фигня. Но оно туда не кладется. Слушайте, а может меня вообще-то передатчик поставить и все. Ты кто? Арат. Арат. Ты арат. Чек, обслуживаем роботу. Как это мне? Нафига-то мне надо? Не кладется туда. То есть видимо определенное место. Ну и я себе пси-защиту... Ой, стоять. Поставил. Веревка ни хрена не спасает. Вот игра бы хоть что-то сообщала. Ну вот реально. Она же ничего не сообщает. Что происходит? Да черт его знает, что происходит. А, птихатку пошла в домашнюю. Это прям как я вылезу, у меня все давление нападет. Да? Не, бесполезно. Ну, короче, непонятная шляпа. Просто если что, мне получается надо три мега-скафандра. Который от всего этого защитил. Честно скажу, не понимаю в чем дело. Локация исследована. Костерок в телок, костерок в телок, костерок в телок. Да, нормально. Но вот тут же вот она локация-то. То есть я когда вылезаю, какое пси давление если я вылезаю? Непонятно. Вообще непонятно. Ладно, поехали в тех них. Поставлю там-там я. Непонятную штуку. Судя по здоровшей травы к олее, здесь мало кто бывает. Когда вы в очередной раз смотрите боковое стекло, что-то мелькает не в далеке, просветим между деревьями. Посмотрим. Небольшая стая таракан. Вернуться и уехать. У тараканов кэпов-то не бывает. Или пойти. Давай, куда иду. Ладно. Посмотрим, что там. Вдруг кэпов будут. Таракан тараканами, а ящики никто не отменял. Похоже ящики отменяли. Но в тараканах кэпов не бывает. Да? Ну какой? А, ну я назад-то не могу. Окей, пошли. Где-то тут выход. Да, вон аномалия. Начинается больше. Там про медицинские инъекторы что-то было. А, ну да, включились. Я понял. Так. Там у него какая-то необычайная Мексика такая шляпка была, да? Подозревает. Неладно. Подозревай. Неладно. Так. Ты на все деньги. Ох! Там он с боками сейчас пойдет. И ты тоже на все деньги. Ну ты кто сейчас заподозрил, мне кажется, сейчас пойдет. Я просто на выход иду, потому что ну... Тошнота. Ммм. Как бы, а что еще делать? Питанули. Ненавижу тараканов. Нервная какая. А попадать будет, чувак. Попал, молодец. Что там, знаете, что на меня пошло? А нет, я с него упала. Отлично. Не, ну я заразу распилю, конечно. Гадкое насекомое. Очень гадкое насекомое. Брк. Шпаньк. Ну да, в нем ничего хорошего нету. Что логично. Ну, зато у меня есть уровень. Так. Тяжелооружа уже в топчике. Странная штука. Ну да ладно. Ну что, давайте я дальше его в топлю. Не? Ну по максимуму. Пассивная способность. Как приемом, что так и недостатки. А я могу не брать ее. Наверное, не могу. Ускоренная перезарядка. Живые инструменты. Активная способность. Как мне ее делать? Больше действий. Ну ладно. А это что? Гранатор Магеддон. Ну, я вот решил сюда вкачаться. Сохранить. Перки. Единственное сохранение. Вероломство. Не выполнено. Вильгельтель. Это все взято у меня, да. Переброс атаки. Вопреки всему. Стойкость и решительность. Если подумай. Упивальчик. Нафиг. Блиц. Ну так себе. Неступроворство. Блиц надо делать. Бодрячая репортация. Нет. Урон плюс 30 не надо. Второе дыхание, так понимаю, активное способность. Достигнет нуля, павший товарищ должен быть. Утомщины лучше не надо. Плюс скорость перемещения нет. Ловкость и урон. Ну такое себе. Крепкий сон. Забавная штука, кстати. Железное здоровье. Плюс 50 очки здоровья. А, давай возьму. Вот так вот как-то. Пашляц. Так, только не лезьте в аномалию. Господи. Так, пикник, едем дальше. Пошли. А где тут шляпу ставить? Непонятно. Вот где мне ее поставить тут? Посмотрим, да. Так, осталось на связи. А-а-а. Мне не сюда. Парковка станции Магеллан. Пошли. А чему, кстати, еще надо сделать? Сотрудничество. Возвращайтесь в Химико. Успех. Этим помог. Тебе, вроде всем помог, да? Кимико и кто? Накамура? Накамура, по-моему. Пошли, Накамура, блин. Чего я тут бегаю тогда? Может, ничего не тогда объяснят хоть чего-то? Я вообще думал, что на пикнике надо одну штуку поставить. Но, походу, нет. Так, Накамура. Город. 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 Чего у вас тут? Что-то интересное. Хорошо. Неглубокая низина с пустарником. Угу. 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 Видавший вид автомобиль. Возле колеса машины вы замечаете небольшой кайф. Чемоданчик с колодовым замком. Вокруг не дуешь я? Куда иду? Безумный Накс? Это ты? Та-ты-ры-ты-ры-там. Пойду открою. Эту лаком открою еще раз. Патроны. Дверь автомат. А, вот. Автомилия, судя по-сему, стояла здесь недавно. Ну, плакация микроскопическая. Недавно. 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 Ну, это уехать на нем, я понимаю. Чемодан. Все очень фуфлыжно заперто. То есть. Непонятный реликт в форме мебиуса. Беру. Так, что он? Он не квестовый. Давай. Сканируй. Лента мебиуса. Психо плюс один. Стой. При каждой окончательной смерти компаньона во время странства. Только если я рельс экипировал. То есть он, если я в нем хожу и компаньоны мрут, я получаю психо. Какая фига тень. Что там? Какая фига. Техника. Починить. Тут один вопрос. А мне это надо? Ну, ладно, я починил. То есть я пришел, все забрал и пошел двери. Чья машина не была. Заведется. А, такое. Магеллан. Или у меня нет город. Магеллан. Магеллан. Нет, но Кимико-то в городе. Магеллан. Магеллан. Проект эмулятор. Совет. А обратно пехом. Долго идти. Кимико. Я все изделил. Да, Кимико. Я понял, что он на Камбура, что он на Кимико, я не помню. Накамура отрывается от окна. Вы по делу? Надеюсь, что да. У тебя нет Капура. У тебя швабра есть. У всех есть швабра в моем стороне. Так, ну, выбрали новую руководителя. Благосклонно кивает. Да, Кингсли мне уже сообщил, что вы выбрали Капура, и он считает этот выбор правильным. Надеюсь, нас ждут радикальные перемены в качестве видеонаблюдения. Кимико пододвигает к себе клавиатуру и нажимает пару кнопок. Готово. Я отправила в отдел логистики приказ о выделении вам ресурсов на экспедицию. Идите, обрадуйте Генриетту. Здорово. Пойду обрадую Генриетту. Почему сюда можно разом попасть, а отсюда нельзя разом попасть? А? Почему мне нужно отсюда бежать? Нудные типы. Так, ну я пойду, конечно, радовать Генриетту. Если же налоги. Тошнотые. Вепри использовать не могу, чтобы ехать на нахрен. И чё? Да вы-то там как-то очутились. Погодите, я где? А, я один уехал, беденек. Ладно. Эй! Вот тут выход, по-моему, да? Ждём. Вот я нажал на пост, у меня телепортнул куда-то. И чего это? А, я одного этого послал. Ладно. Серьве Халин. Чё-то продаёт. Наркоманка. Я щас Мебелус продам, если деньги есть. И ещё раз привет. Не буду менять. А-а-а. Чё за реликция? Проклятые семечки. Хорошо. Пить пару реликций. Реликций. Я продать бы хотел. Реликции. Вот у меня будет цена. Нормально. Недорого он стоит. Народ. Я нашёл КП. Да всё, что есть. И давай заряженное тоже. И нет, я не сошёл с ума. Паналит уже. Тихо. Это же я ей продавал. Да пофиг. Ну чё, у меня есть КП. Вот так вот. Заходи ещё. Триксель. Так, мне ещё два протектора надо сделать. Для этого нужды электроприбора. Электроприборы есть. Ооо, всё-всё-всё. Манить в Урсуле. Сейчас я скрафчу. Так, а где-то тут был мой личный ящик. Тут, наверное. А, вот он. Что такое? Никто ж не видит. Вот и всё. Там электродетали, по-моему, да? Электроприборы. Так, чё такое? Оборудование обыскать. Ничего не найдено. Что-то вообще. Стоп-бумаг. 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 Логично. Так, крафтим. Триксель. Артефакт. Артефакт. Артефакт собран из трёх частей. Чё? Штукамины слова на унитазе. Артефакт за зону досмотра. Артефакт за вентиляцией. Шлемы старой тыквы. Шлемы свежей тыквы. Ремкомплект для электроники. Для меха устройства оружия не ремкомплект. Ладно. Аномальный протектор. А именно два. Ах, там заряженный как бы. Ну, это и собака. Так, квест обновлён. Форох. Ну, у меня он как бы с собой не очень, наверное. Кэп туда. Квест обновлён. Прекрасно. Дай мне память, ставь нах**. Сотрудничество. Пойду Генри эту радовлю. Чё-то не орёт? Не орёт? Вашей сервоброне есть про отцовский дитак? Чё там только нет? Крутая железка, братан. Я знаю, спасибо. Ах, Генри, это всё есть. Песня спать. Руссо разглядывает какие-то документы, грызя ручку. Я тут один эксперимент планирую. Если хочешь отвлечь меня и что-то обсудить, то отвлекай сейчас. Обязательно. Руссо откладывает бумаги в сторону. Кратко. Добыть вихревые маяки, три аномальных протектора и имплант от церковников. Установить маяки, выпросить большегрузную машину у фаланги и получить на комуры серьёзный куш для постройки лагеря рядом с третьим маяком. Остальное на мне. Я соберу персонал, подготовлю оборудование и прибуду в лагерь, где буду ждать тебя, как верная жена. По-моему, достаточно кратко и ёмко. Руссо молча кивает, давая понять, что готова к вашим вопросам. Так вот. Руссо смотрит на вас с опаской. Мне кажется, или ты меня не слушаешь. Имплант можно взять в храме. Следи, чтобы они не запудрили тебе мозги. Чё у тебя есть? Ничего тебе нет. Генриетта показывает большим пальцем в сторону выхода. А дальше ты идёшь к Накамурии и выбиваешь финансирование для постройки лагеря. Не спрашивай, почему мы должны спасать мир и при этом постоянно побираться. Видимо, такая уж судьба у учёных. Руссо притворно зевает. Ух, давай, зануда, спрашивай. Так. Имплант. Чё за имплант? Очки, что ли, тихо, или что? Так. Ну, маяки можно расставить. О, блин, сколько всего. Маяки. Я получил. А, вот, справиться с лучей, им нужен имплант, который мы можем достать у церкви. Так, мне не хватает импланта, который можно взять у церкви. Вот чё. Сильно спать-то хочет? Минус один тело. Пойдёт пока. Крутая железка, сестра. Упустил я этот момент. Ну, такой момент. Аааа. Имплант в церкви. Аааа. Так, церквь тут, да. Он один. Мне ж всем надо. И получается, я всё добыл. Дверь в храм. Не сюда, пожалуйста. Захотел, скажет, сюда. Ножками. Стоп, стоп. Храм, по-моему, вот этот. Пошли. Имплант. Где тут имплант добыть? Ну, ща добегут. Вот, медленно этот момент. Вроде как на маленьких электромобильчиках можно перемещаться, но как-то странно всё было. А, крутая железка-сестрёнка? У меня сестрёнка назвал. Странно. Ну, наверное, кому-то не мне, говорит. Говорят, тут такие косяки. Ну, чё вы там, бежите, не бежите. Вроде бегут. Ну, пойдём, импланты. Импланты. Они вроде очки надевают, а импланты откуда? Импланты же это внутрь. Устанавливайте. Это всё в шаре вложено. Так. Пабло. Ключников. Слушаю. До свидания. А, я ходил. Секретарь тут был. Аркады. Терминал теляшку поём, пощупаем. А что же тут импланты не разжился? Охреново знает, да? Так, чем ты занимаешься? Коммерческая тайна. Усложняю игру. Угу. Автоматы. Классные игры попробовали. Я это спрашивал. Хорошего тебе дня. И тебе того же. Так. А, жиранина. Тоже, в общем-то, жиранина в холодильнике. Тоже, в общем-то, жиранина в холодильнике. Даже намек нет, куда бивать? Так, так, ты куда чучела, ты еще не в курсе, то есть преподобного там сейчас только секретарь. Нет, ты заходи, конечно, я с тобой слежу, я уже думал, что мне теперь эти руки вырвутся, Михаил. Да, проваливай! Пойдем, поговорим с Леонорой. И снова привет. Чем ты занимаешься? Слежу за порядком, рискирую обращения, варю кофе и иногда кормлю АБ. А что, слегу в сейфе хранит? Не сообщай, не берут сейф. А что за люк? Я не могу говорить на эту тему, хорошо, но штурганемчик. А ничем мы не троганем. А она все время здесь, я не могу прокраситься и залезть в сейф. Я так понимаю, им план в сейфе. Абдулла Юсуф, пойдем посмотрим. Чем там? Шо ты мне можешь предложить, абдулла Юсуф? Мужчину застиранный Робби, пахнущий хлоркой и порошком, с гайками в кармане, ленивую стряпку попал. Чем могу помочь? Нет, вообще всегда говорят, хоть часов мне отправим выйти на то, как говорится, спасибо. Увидимся. Может и увидимся. Ам, стопэ. А там что за дверь? Э, че за дверь? Мне интересно. Ладно. Шкафчик как тут валяется. Терсия Адамс. Ты мне не нравишься. Сплю. Старик все хуже, ни хрена не чувствует, почти не шевелится. Какой старик? Ну, как же наш старик? Клара Морган. В этой похудевшей, устаревшей, ослужившей женщине сложно узнать ту самую Клару Морган. На привычке она точно осталась прежними, за то, что сигарета, стоящая на токе пепельницу, она складывает у руки в больницу. Ааа, опять ты. А, опять ты. Опять я. Я знал, что он посылает мне знак. С самого начала, кто бы тебя увидел. Ты знаешь про знамения? Это когда... Нефил Фрайя с Волоним, Кларда стоит с кровной фляжкой и прикладывается к ней. Хочу сказать, что видел тебя. Вокруг все внезапно светилось белым сиянием. Я даже решил, что Бог призвал меня и мы оба, да и я теперь на небесах, как говорим о нашей жизни. Как только собралась покаяться, все кончилось. А вот когда я поняла, это может быть знаком. Да я не призрак, я выжил. Это точно не грюк невидения, не мыслеформа, как говорит Сантьяго. В храме все так странно, что я уже перестала понимать, что реально, что нет. Ты что, к храму присоединялась? Сантьяго мне все объяснил, Бог едет, есть разные способы обращаться к Нему. Я по-прежнему служу Христу, просто теперь я здесь. Через эти очки очень легко видеть и выговорить с ними. До встречи. Короче, отдыхать до утра, я думаю. До утра. Вот, а потом пытаться докопаться до Сантьяго, потому что я других вариантов не вижу. А то и до дня давайте. Согласно некоторым школам психоанализа, пережитая агрессия окружающей пазы является мощным стимулом для сексуального влечения. Поэтому не удрянутся, когда вы едва погружаетесь в сон, ваше сознание подсовывает шикарный весьма пикантный сюжет. Вылежите на огромной кровати, судя по дизарям отделки антража, входит средневековый замок. Из полумрака... А, ну это, блин, отсылка к ведьмаку. Венчащую древнюю конделябру на вас двигается мордой ненарога. Лечитый голос в сомнении производстве. Зараза, что ж ты хочешь, давай попробуем. И вы пробуйте, на самом деле хорошо, что это сон. Ну, кстати, уже было по-моему тут. Отсылка к ведьмаку, ну ладно, пусть будет. Так, хорошо, выспался. Ну что, надо будет окучивать Сантьяго. Только его нет. Ну что ж, а на этом пока все, жмите, пишите. До новых встреч, что-то я опять тут немножко забуксовал. Два маяка я могу, устанавливаю тел последний, не могу без этого чертова импланта. А импланта, знаете ли, у меня нет. Ведь нет? Ну ведь нет. Может он ходил и продал. Ладно, не знаю. В общем, все. Поро. FTB. Рука